Артисты из Краснодарского края посетили Нижневартовский район. Арт-группа Ларго, победители федерального проекта «Битва хоров» провели в Новоаганске благотворительный концерт. Вырученные средства пойдут на строительство храма в поселке Геологов. В зрительном зале побывала и наша съемочная группа. Слово Алене Новик. Еще до начала концерта жители Новоаганска заняли все свободные места в зрительном зале. Послушать исполнителей, которые признаны лучшими в одном из федеральных вокальных проектов. Желающих нашлось немало. Уже с первых минут стало ясно, концерт пройдет на ура. После первой песни зрители не перестают аплодировать. Дальше больше. Трио из Краснодарского края спускается в зал и поклонницы не могут усидеть на месте. Я вообще в таком восторге. Я давно не ощущала таких эмоций, что у меня сами ноги пошли в пляс. Поэтому я вообще люблю такую музыку. Музыка, которая дает позитив, повышается ли устремленность. И вообще радость жизни. Спасибо всем, кто организовал вот этот замечательный концерт на 50-летие поселка. Уже после концерта гости Новоаганска признаются, так тепло публика встречает нечасто. Мы в этот год для нас как-то открываем для себя и страну нашу, немножко расширяем географию, открыли для себя Сибирь. Мы потрясены именно теплотой душ всех людей, которые здесь проживают. Концертная программа длится порядка полутора часов. За это время солисты арт-группы Ларго исполнили несколько композиций. Здесь знакомая всем сибирякам «Увезу тебя в тундру» и «Горячая испанская композиция», «Бессамэ Мучу» и, конечно, песни про родную для артистов Кубань. Также в репертуале вокального трио песня, посвященная ханты-мансийской епархии. Далеко, далеко и не так уж давно жил премудрый и опытный старец. И всегда он ты где, и всегда говори, слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. В зале не только жители Новоаганска на почетных местах. Глава Нижневартовского района Борис Аламатин и митрополит Ханты-мансийский и Сургутский Павел. Благодаря их поддержке этот благотворительный концерт стал возможен. Средства, вырученные от мероприятия, пойдут на строительство нового храма в поселке Геологов. Не только дарить песни и хорошее настроение, но и выполнять благую цель. Задачи каждого артиста считают участники вокального трио. Такое дело никогда не останется незамеченным. Это самое главное для артиста, чтобы твое дело, которое ты несешь, не просто передавать какую-то эмоцию к песне петь на сцене, а еще чтобы люди поняли что-то для себя, открыли в душе. Это самое главное. Поэтому никаких вообще даже сомнений не было, ехать или нет. Сразу сказали да, сразу откликнулись и с удовольствием сейчас находимся, общаемся вместе с вами. Конечно же, 50 лет на Ваганску концерт группы Ларга, которая с удовольствием согласилась приехать. Серию концертов по всем нашим городам запланировано до 30-го числа. Они будут у нас по случаю пятилетия нашей епархии. И мы видим, что эти концерты приносят радость, утешение людям. А что может быть выше всего этого? Концерт на Ваганске входит в число благотворительных выступлений арт-группы Ларга, которые пройдут на территории Югры в рамках празднования пятилетия Ханты-Мансийской епархии. А это значит, что жители и других муниципалитетов смогут ближе познакомиться с творчеством вокального трио. Алена Новик, Александр Новик, телевидение Нижневартовского района, Новоаганск.